Изменения касаются того, что работодатели должны предоставлять отчет в ПФР по новой форме не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. В сведениях должны быть отражены данные в упрощенном виде о каждом сотруднике. Страховой номер работника, его фамилия, имя, отчество и ИНН. Эти требования распространяются и на тех работников, с которыми заключены временные договоры гражданского правового характера, из-за которых уплачиваются страховые взносы в пенсионный фонд. Напомним, ежемесячная отчетность введена для работодателей с прошлого года в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий. Следует напомнить, что за непредоставление работодателями сведений в установленный срок, а также недостоверных или неполных, налагается штраф в размере 500 рублей за каждого работника. Порядок исчисления и уплата страховых взносов остался прежним. Платить их нужно ежемесячно, не позднее 15-го числа. Главы крестьянско-фермерских хозяйств предоставляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января. Ранее данная отчетность предоставлялась до 1 марта. С 1 января 2017 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов. Те индивидуальные предприниматели, которые в течение 2017 года еще не производили уплату, перед ее перечислением должны обратиться в налоговые органы за получением реквизитов, так как пенсионный фонд зачеты по ошибочным платежам не производит. Пенсионный фонд может произвести возврат излишнеуплаченных страховых взносов при отсутствии задолженности по уплате страховых взносов. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород